Так, это краткое обозрение рынка. Хотел бы высказать пару моментов по поводу Китая, США и России. Ход торгов, так сказать. Внимание! Сегодня ночью Центральный банк Китая впервые за 7 месяцев начал вливать ликвидность через операцию 14-дневного обратного репо. Центральный банк Китая влил сегодня в систему 90-100 миллиардов юаней через операцию 7-дневную и 14-дневного обратного репо. Обратный репо – это процесс, при котором Центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах, соглашение продать их обратно в дальнейшем будущем. И внимание! Что хотят сделать китайцы и как на это реагирует фондовый индекс Китая? Фондовый индекс Китая Ханг Сэнг пришел на нижнюю границу боковика, уровень 24 500 пунктов, соответственно, реагирует позитивно. В рамках текущей ценовой перепроданности на дневном графе у нас выделяется уже ценовая конвергенция. Это хороший плюс. Почему плюс? Потому что обратный репо – это стимулирование хода торгов на фондовом рынке. В первую очередь, соответственно, частичное стимулирование экономики. И зачем, точнее, они это сделали? Некоторые говорят, что это из-за Evergrande стимулирует рынок. Другие говорят, что из-за чего-то другого. Короче, мыслей много на самом деле. Но я вам скажу следующее. Еще раз, точнее, напомню. В китайском рынке торгуют в основном плечевики. Фонды китайские в плечах. Физические лица китайские в плечах. Рядовые инвестбанки в плечах. Еще раз говорю. Нужен ли Китаю крах их фондового рынка? Нет. Почему? Потому что в следующие годы, если крах сейчас произойдет, будет просто отток капиталовложений в китайский рынок со стороны американцев, европейцев и ряда других западных стран. В первую очередь, на западных деньгах китайский рынок и растет. В первую очередь, на западных деньгах китайская экономика и развивается. Это надо учитывать, соответственно. Если сейчас центральный банк не продолжит и дальше стимулировать экономику в рамках программы обратного репо, в рамках программы мягкой денежной кредитной политики, то есть снижать ключевую ставку. Я имею ввиду снижение ключевой ставки ниже уровня 3,85 пункта хотя бы на уровень 3%, либо еще ниже к 2%, чтобы простимулировать экономику, простимулировать фондовый рынок. Соответственно, чтобы фондовый рынок потом еще ниже в пике не полетел. Китайцы это понимают. Китайцы понимают, как устроены макроэкономические механизмы. Соответственно, сегодня они первый шаг совершили. О чем, в принципе, я ранее тоже свою мысль высказывал, что неизбежно стимулирование должно начаться. Это первый шаг к ее начинанию. Другой момент. Повторяюсь, внутри Китая торгуют очень много плечевиков, кредитных плеч. Перекредитованные участники рынка, я имею ввиду. Торгуют не на свои деньги, а на деньги заемные. То есть акции заемные. Берут у брокера взаим, а брокер уже у биржи берет. Соответственно, 20 сентября у нас компания Evergrande вроде как должна произвести первый транш, первую выплату китайским банкам. Сегодня надо смотреть внимательно на ход торгов китайскими акциями со стороны американцев по индексу Nasdaq China. Если американцы сочтут грядущий понедельник роковым для китайского фондового рынка, в чем я сомневаюсь, то по такой логике американцы будут китайские акции сегодня сливать. Будут ли они сливать или нет, не знаю, время покажет. Но я повторяю, считаю, что компанию Evergrande в эту компанию будет вмешиваться уже напрямую в государство, как это было с рядом других компаний за последние несколько лет. То есть бизнес они отжали, он был частный, стал окологосударственным, все. Топ-менеджменты существуют, кое-как бизнес там работает, но уже дискутируем напрямую с государственными органами. И, соответственно, поглядим, что будет сегодня на американской сессии в адрес китайской компании, потому что сейчас китайские депозитарные расписки очень неплохо отскакивают от своих за последние дни ценовых минимумов. Другой момент. На мой личный взгляд, повторяюсь, на мой личный взгляд, сейчас также китайская монетарная власть, Центральный банк, то есть запускает программу стимулирования, репо и, скорее всего, они будут дальше ставку снижать. Также из-за того, что, по их мнению, сейчас цены на китайский весь широкий рынок наиболее приемлемы для дальнейшего входа фондов китайских в данный рынок. За последние 15 лет китайцы сдували свой пузырь раз в 7, это уже примерно восьмой раз. Это видно по индексам прекрасно. И, соответственно, за последние 40 лет такая ситуация была уже десятки раз. И кончалось все, как правило, одним и тем же. Фонды вошли, Китай риторику начал смягчать, в адрес вообще всего экономику начали стимулировать. И, соответственно, рынок начинал расти на западных деньгах. Внимание! Не на китайских, не на российских, не на вьетнамских, на американских и европейских деньгах Китай начинал расти. Соответственно, другой момент. Прогнозисты Bloomberg сообщают, что ожидают почти нулевого роста ВВП КНР в третьем квартале 2021 года. И, отвечая на вопрос, краеугольный ли камень для китайской экономики? Частично да, краеугольный. И чтобы этот острый угол обойти, повторяюсь, должно быть стимулирование. Сегодня первый, скажем так, этап стимулирования мы наблюдали. Посмотрим, что будет дальше. В общем, поглядим. Далее, что касается американского фондового индекса, я последние две недели делал также технические разметки по индексу S&P 500. Тут есть важный нюанс, который необходимо учитывать. А S&P пришел вот на те уровни, которые мы ожидали его увидеть. 4430 пунктов на линии YAMA 50. Поддержка 4430 пунктов. Соответственно, от этого уровня Америку выкупают. И, внимание, сегодня будет продолжаться экспирация фьючерсных опционных контрактов, только уже на американском рынке. И сегодня, довольно вероятно, на ходе американских торгов, скажем так, нерыночные движения. Поэтому, если у вас с нервами все в порядке, конечно, есть резон торговать американским бумагам. Если с нервами не в порядке, лучше туда вообще не лезть. Это не для новичков. Такие моменты экспирации. Надо быть крайне аккуратным в этом вопросе. Далее, что касается российского рынка. Индекс RTS на 1760 пунктах находится, торгуется. Фьючерс у нас сегодня тоже дрейфует. Дрейфует, фактически, дрейфует из-за того, что цена на нефть у нас пришла на сопротивление 75 долларов, 3 центов. Внимание. По нефти я не исключаю поход цены выше. К уровню сопротивления 78 долларов за баррель. Ну, 78-79 примерно. Потому что от текущих органов, как я понимаю, рынок набирает шартовую позицию с точки зрения волновой. Если разметки посмотреть, да, с точки зрения технической разметки, с точки зрения сегментальной, макроэкономической, фундаментальной разметки. Если посмотреть. Во-первых, а. У нас по рынку нефти все еще наблюдается дефицит. Б. Американцы никак не могут восстановить добычу нефти. Третье. На Америку вновь надвигается еще один шторм, который может сподвигнуться к дальнейшему ходу американцев, добычу сокращать. Соответственно, дефицит у нас будет нефти в мире увеличиться. Соответственно, на этом факторе цена будет у нас расти. Я ценовой уровень, в принципе, обозначил. 78-79 примерно уровня. Я отвечу на вопрос, готов ли сейчас нефть шортить? Нет, не готов. Слишком велика вероятность шортового выноса от текущих уровней. Поэтому я готов войти в шорт по нефти. Вот от этого сопротивления. 79 долларов. Ну, примерно 8 центов. Почему? Потому что здесь проходит, во-первых, очень сильный уровень сопротивления. Это... Сейчас, секундочку. Верхняя граница треугольника 12-летнего. Это первый момент. Во-вторых, среднесрочную волновую разметку цена обрисовала в рамках 5-ти волновки. В-третьих, 78-79 важное сопротивление. Поэтому на этих же уровнях, 78-79, я ожидаю ценовую перегретость. Как по недельному, так и по дневному графику, переходящую в ценовую дивергенцию. То есть вот от этих уровней. И, соответственно, от этих же уровней я бы все-таки ожидал разворота нефти. И как минимум ее коррекции, ну, примерно на 8-12%. Потому что к тому времени у нас, во-первых, американцы нефть уже будут постепенно восстанавливать добычу. Во-вторых, у нас будет постепенно рост добычи ОПЕК, Российской Федерации, в том числе, и ряд других стран. Это неизменно, не произвольно, а неизбежно. Рынок нефти поставит на уровень, скажем так, паритета между спросом и предложением. Соответственно, цена будет снижаться. Другой момент, это Минэкономразвитие Российская, Центральный банк и Минфин. Они закладывают в ожидании то, что в 2022 году нефть будет торговаться в диапазоне 60-65 долларов за баррель. Но не будем гадать, будет ли оно так или нет. Нас интересует, в первую очередь, краткосрочное движение по нефти. Но, в принципе, с их прогнозом я могу частично согласиться. Почему? Потому что, во-первых, повторяюсь, паритет между спросом и предложением будет на рынке нефти. Второе, добычу все равно будут увеличивать. Единственное, что может нефть переоценить к 100 долларам в текущий парадигме времени, это ослабление доллара. И, внимание, учитывая то, что сейчас экспирация у нас продолжается, доллар вышел из боковика вверх. Но, опять же, сейчас этот боковичок пытается вернуться на поддержку свою важную. Уровень 92,7 пункта. Вот на эту поддержку желтую. А 21 сентября, если не ошибаюсь, будет заседание ФРС на следующей неделе. Соответственно, рынок удерживает в боковике, внимание, индекс доллара. Почему? Потому что они сейчас не знают, чего ожидать от ФРС. Либо сокращение стимулов, куе имеется программу, либо ужесточение риторики, либо еще чего-то. Либо стагфляции, развивающиеся по миру. Но, учитывая, как идет ход торгов облигациями Трэжерис, пока только СМИ пугают проблемы стагфляции в Америке. Участники рынка, то есть глобальные участники рынка, они пока все еще находятся в облигациях Трэжерис. Потому что, если они сейчас бы, скажем так, начали бы суетиться, без-за проблемы стагфляции, они бы сейчас начали перебегать уже в сырьевые товары, в первую очередь. Вот, и в сырьевые компании. В общем, поглядим. Я полагаю, ФРС ничего, в принципе, не обозначит 21 числа. Риторика останется, скорее всего, прежней. Далее, что касается драк и промметаллов. Вот вчера была паника среди нашей, скажем так, аудитории, среди наших читателей. И я скажу следующее, что вся эта не то чтобы паника, это последствия экспирации. То есть, волатильность, не рыночные движения в том числе. То есть, индекс доллара подрос, сырьевые товары, именно золото, серебро, платина подупали. Но, внимание, платина, в принципе, так уже находится в своих среднесрочных минимумах, соответственно, и ниже падать не будет. Я много раз обоснул, почему будет дальнейший рост платина и рост серебра в том числе. Это макроэкономика, это также фундаментальный фактор. В принципе, по дневному графику у нас все еще серебро торгуется на уровнях бокового движения. Но тут, соответственно, возврат серебра к сопротивлению как минимум 23 доллара 55 центов. Полос, пробой полос Больджера. Имеется перепродность. Ну, в общем, все имеется для потенциального возврата на минувшие уровни поддержек и сопротивлений. По золоту картина такая же, аналогично, в принципе. Возврат на 1775, на 1790. Я лично вчера по стопам вышел с оппозиции на серебро. В принципе, рассматриваю серебро как минимум от текущих уровней поддержек. От текущего диапазона по платине. В принципе, картина у меня обозрения остается обыденным, скажем так, неизменным. С точки зрения среднесрока у нас на недельном графике уже откуп идет. Конкретно шорты откупают, конкретно лонги, наверное. Ну и, соответственно, тест 12-летней формации треугольника осуществляется в полной мере. Сейчас наблюдается профицит платины из-за дельташтамковида, из-за разрыва логистических поставок, соответственно. Но когда вся эта ситуация идет на второй и третий план, естественно, у нас инвестиционный спрос на этот металл и на ряд других металлов вырастет. И в производстве также данные металлы именно в автопроме будут активно употребляться. То есть, в качестве замены палладию. Об этом уже промышленники и предприниматели начали напрямую говорить, уже не стесняясь этого. Поэтому будет физический спрос на данный металл, что и простимулирует дальнейший рост цены на платину. Потому что я, в принципе, не исключаю в течение ближайшей 5-6 летки, вот такой шнарик, какой был в палладии. На факторе физического спроса данный металл тупо рос. С 2016 года. От своих минимумов в 500 долларов за унцию. Сейчас также платина торгуется на своих минимумах 900 долларов за унцию. То есть, на факторе физического спроса это вполне себе резонно. Поэтому я эту позицию инвестиционную каплю по платине, позицию инвестиционную по серебру тоже накапливаю. Опять же, пока рынок дает. Когда рынок уже этого давать не будет, когда будет пробито стратегическое сопротивление, то есть, по серебру это сопротивление 28 дефис 30 долларов, и по платине стратегическое сопротивление это уровень, тогда уже все, повторяюсь, когда будет в платине пробито 1260, и по серебру 28-30 долларов за унцию, повторяюсь, уже набирать смысла не будет никакого. Там уже он будет только держать. В принципе, по макроэкономическим индикаторам, медь и медь в золоте, все остается прежним, деньги не направляются никуда. стратегически, то есть, если вы торгуете на американском рынке, вы уже неоднократно за последнее с марта 21-го, даже пусть с апреля 21-го, нет, я вру, с мая 21-го, то есть 10 мая по сегодняшний день, вот в этом разрезе времени вы неоднократно замечали, что на американском рынке ротация капиталов осуществляется локально. В один день в промсектор, в другой день в техов. В один день в техов, в другой день в пром, в один день в пром, в другой день в техов. Локально. Почему локально? Потому что, с точки зрения макрофакторов, участник рынка не понимает, чего ждать в дальнейшем. Но, повторяюсь, по медиа, я не исключаю походы на верхнюю грамму бокового тренда, то есть 4,40 и, возможно, даже выше. Соответственно, на этом факторе у нас должен произойти такой, должно, точнее, произойти нисходящее движение по индексу доллара, соответственно, что переоценят сырьевые товары. Просто я слежу также внимательно за медью в золоте, потому что есть все возможные предпосылки к тому, что будет она потом пробивать уровень верхней границы вот этого 12-летнего боковика. Тогда все заговорят уже о сырьевом цикле, о сырьевых компаниях и прочее. В общем, поглядим. Да, и последний момент касательно уже российского дивидендного сектора, это то, что Минфин РФ предложил вариант увеличения налога на прибыль для компаний с большими дивидендами. Ставка может вырасти до 25-30%, об этом сообщает РБК. Поэтому я скажу следующее, что сейчас государство, скорее всего, будет и дальше денежки прибирать. Со стороны очень хорошей компании, и дивиденды высокие, и пятая-десятая. Это необходимо учитывать. Это могут быть как государственные, как окологосударственные, так и, в принципе, частные компании. Поглядим. Поэтому я резона не вижу на исторических максимумах эти бумаги покупать в стиле «Газпрома», там «Роснефти», «Газпромнефти», ряд других компаний и прочего. Но это, опять же, лично мое мнение. Я вижу резон больше рассматривать сырьевые товары и иностранные рынки, там Китай, в принципе, и промсектор американский уже после коррекции на индексе Dow Jones, Nasdaq и S&P. В общем, как итог, китайское государство начинает процесс, плавный процесс стимулирования китайского фонда в рынке, китайской экономики в целом. Это было, в принципе, ожидаемо. Посмотрим, что у нас будет 20 сентября с Evergrande. То есть, как вообще они будут по долгам расплачиваться перед кредиторами своими. Потому что есть информация, что Evergrande и Моугуд кредиторы китайские отсрочить выплату этих платежей на какой-то период времени. Если отсрочат, значит позитив. В общем, поглядим, у нас события продают через пару дней. Я лично в остальном продолжаю наращивать среднесрочные позиции инвестиционные по металлам, по платине, по серебру. Я еще раз напомню, лично моя ставка, никого не призываю к этому, моя ставка частично на Китай, тоже имеет место быть. Естественно, соблюдая риск менеджмент, то есть покупая не на все деньги китайские акции, а на определенный процент от капитала. В данном случае у меня находится в Китае 15% от капитала, распределенный на несколько компаний. В перспективе готов рассмотреть еще какие-либо бумаги из китайского рынка. Что касается рынка американского, по текущим уровням покупать его смысла не вижу. Он перегрет промсектор, опузырен технологический сектор. По российскому рынку такая же ситуация, перегрет. Другая ситуация по российскому рынку это дивиденды. То есть их хотят облагать наибольшей как налоговой нагрузкой, так и всем остальным, в общем, государством пытаются всем этом заработать. И другой нюанс, также по российским компаниям, на днях будет принято решение по главным компаниям. Например, Господь уже вчера сообщил, что капзатраты там вырастут. Скоро лукойлы будут стоять, по-моему, Роснефть и какие-то ряд других еще компаний государственных. Соответственно, рост капитальных затрат это сокращение чистой прибыли, а сокращение чистой прибыли это потенциальное снижение выплат по дивидендам. Поэтому просто если вы уверены, что дивиденды российские компании будут уплачивать и дальше высокие, я бы тут, скажем так, немножко бы эйфорию пресек. В общем, вы поняли о чем речь. Но опять же, это мое личное мнение. Как поступите вы, решать, полагаю, уже вам. На этом все. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте наши телеграм-каналы. Это телеграм-каналы про акции России, США, Китая, валюта, технический анализ, торговые идеи. Это сырьевой канал про нефть, газ, металлы, серебро, золото, платина, палладий, зерновые культуры, сахар, медь и прочее, чем можно торговать на фьючерсном рынке. Чем я сам лично торгую, то публикуются также идеи, также мои сделки по рынку. Канал про облигации для консервативных участников рынка. Фундаментальный анализ компании, которые упускают или иные облигации, новости, отчеты, анализ, мнение и прочее, что необходимо знать консервативным инвесторам. Ну и в том числе банковский канал с рынком недвижимости на одном ресурсе. Тоже довольно полезен для участников данного сектора. Также у нас имеется инстаграм-канал и ВКонтакт-группа. На любой из этих трех медиаресурсов подписывайтесь и будьте, как говорится, в курсе всех событий. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия, наши главные союзники. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok